Донбрейкер на ласт пик Сотник на пятерке Кардан вообще ранг потерял где-то Кристаллис 22 игрок в мире Бум 152 И ах фу если меня не наебали Четырехсотник на бутрайдере Это уже как будто бы игру бейт смотрю я Может быть курьера тут можно убить еще на перетяжке Часто когда саппорт вот здесь стоит Если линия оттянулась Курьер просто на автомуве вот так пойдет Можно убить его тоже на этом варде Ну увидеть убить потом Ну ладно это все не столь важно Эти варды в начале Редко делают какой-то глобальный импакт О у Бума Будут сейчас проблемы на самом деле Он близок к смерти Откровенно говоря Но все таки не умирает Если бы Корыточ поиграл бы чуть более активно Попкой и поблочил бы Бума Все могло бы получиться Он просто попеха подошел Забил Темыча Бум при этом все так же не умирает У него еще и стик есть Ну и Пупея делает отсюда телепорт А Корыточ остается Попробует он может пойти в размен Но я боюсь что если он попробует пойти в размен Он получит пизды Вот да Примерно так это вот оно все и происходит Когда у Пупея есть стик фингер И он погибает Ну я говорю Это линия С точки зрения Килл потенциала Вот какого-то такого Размеса Замеса Я Слабо представляю Линии которые могут Против этого что-то сделать Должны быть прыгуны какие-то Знаешь То есть на саппорт Примерана В который нельзя вот так вкатиться Потому что она отпрыгнет Вот И тогда уже поинтереснее Может быть тролль на кэрри Например да Который раскрутит топоры И по крайней мере Под тактимом Эти ребята будут мясовать Ну что-то такое Но точно не на x плюс титан Так Мистер Мистер Ахпо здесь страдает Если бы у Артема Была бы мана на танжу Струке То могли бы они На самом деле убить Но маны не было А ну Не убили Так прогнали Тоже пойдет А сверкель Шака попроще будет убить Артема Фанга Возвращает человека Но делает это как-то Чересчур поздно И в итоге успевает умереть Ну тут закуп легендарный Как говорится Как говорил В свое время Серега Смайл Также известный Как Арсарт Или Депутат Шесть слотов И все пустые Это вот примерно Геймплей Артема Фанга В каждой второй игре Так Здесь убивают Попе в очередной раз И укрестались проблемы Он ничего не сможет сделать Его еще куда-то вернули Прям под нотист Который Разбивает ему кабинет Ну и вот да Здесь вот и проблемы На этой линии И нарисовались Самые главные Сразу это было понятно После драфта Что здесь скорее всего У ВП будет все Хорошо И так оно и Получилось Как видим Ну Артема Фанга Накупил себе Каких-то рейндроп Дерьма Мне кажется он Немного О Второй глимпс Я кстати В среднем думаю Что Наверное Так Бум Бум это куда Бум Бум сюда Видимо Корыточек хочет забить Видимо забьет же Да Просто соколом прибило Артема Фанга Нихуя не смог сделать Я думаю Я уверен в этом Более того Что надо качать Тандерстрайк в 2 Притом Почти без Безальтернативно Я бы так сказал Ой 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 Вот Так вот ультимейт По Кордону И Кордон здесь погибает Саюш При этом не умирает Там диаболик Еще посмертный работает Но Саюш от него выбежал И нормальный был Ну так Третий уровень У тебя на линии Еще размены Тандерстрайк в 2 Очень хорош Очень Глимс тебе мало чего Дает в этих разменах Если не сказать Что он тебе вообще Нихуя не дает Так Ой-ой-ой Минус в арке По Проблему Он убегает Но Все остальные гибнут Только за одного Лишь бэтрайдера Где был знаменитый Раш 3д ганг И Пупей после этого Ливнул из команды Я не пизжу Он типа сказал Я с вами Долбовым играть не буду Так Ой-ой-ой Пройдемте А Ну мы кстати До этого выиграли Какой-то турнир Еще вместе с Пупеем Но больше не играли Я потом Когда Пупей в нави играл Просто мы же Пересекались часто Ну где-то было Сидели там Со смайлом Пупеем Пупей мемный Понимать куда И зачем ты идешь Вот они смог нажали И куда И зачем они идут Хуй его Знать В итоге Нападают уже На них Возвращают Кордона Пока что Но сейчас Хотят застанеть Пупей здесь Пройдемте Ой какой Стан туда Залетает Просто Ой как сейчас Будет разламывать им Жопу-то Бум Пупей Ребята Это Пупей Это 20 лет доты Правда Кордон погибает Драка Драка Здесь всех Против всех Два в один Пока что Сикрет Разменялись Еще у Саюша Проблемы Корридж Бегает отсюда Складикс Без ультимейт Тоже Ничего не сможет Сделать Дизраптор Это была моя сигна Потому что у меня Действительно есть Мой лично Именной сет Дизраптора В доте Он в принципе Говно Но откровенно Потому что он Очень старый Это один из Первых сетов Вообще Который в доте был Ну в 2014 2014 год 2014 год Еще не изобрели Вот эти вот Всякие Свистопердящие Имморталки И прочее Сеты были простенькие И у меня тоже Сет весьма простенький Но он есть Тем не менее Увековечен В доте Пока еще Так сильно Не проведился Чтобы его удалили Нахуй из игры Ха-ха-ха Ха-ха-ха Ай Так Ну что Бум Получает здесь Дэмэдж Откорыточа Но Что-то дэмэджа Укорыточа Вообще маловато Летит сюда Нот Убивают Все-таки Бума Кристаллис Правда Разменивает Фанген Он должен тоже Погибнуть Он погибает И яхпу След за ним Тут правда Пупеха идет Ебало крушить Но Его остравливают Говорят Стой Стой Кремер Ну Странная драка От Сикрет Откровенно говоря Такая заливная Какая-то рыба Получилась Потому что Кордон Там даже не был И видимо Не мог особо Там оказаться Ну тупо у него На КТ Кажется всегда Можно было Зайти в портал Но видимо Уже поздновато Было Чтобы куда-то заходить Они терзатель Свой забрали Я что-то проебал Ладно Похер Ой Корыто Три секунды Две секунды Одна секунда Бокаба Нажимает Аеги заканчивает Сереген работает Дристо Ох Какой разлом От Пупея 20 лет доты Мать его И погоня Теперь От секретов Но никого Не могут поймать Они Ой Пупея У него Стеул Поймали Складик Кто у него БКБ имеется Он на развороте Отстреливается Здесь по Ах фу Дальше бежит БКБ Пока не тратит Не хочет тратить БКБ Там на экспор Нажимать Походу Ну на яйцах На яйцах Нет На яйцах Схватить Конечно БКБ Так и Не нажал Хотя Если бы Вот этот Стан От Лишика Достиг бы цель Возможно Он бы Пожалел О том Что не нажал БКБ Но Этого Мы уже Не узнаем Как бы Руфл в том Что даже Вот так Отставая Ой Бля Ну Ночи Это позор Я Никак иначе Как позор Не назову Ну Это пиздец Я считаю Что Это настолько Низкий уровень Игры Сейчас был Насколько Это только Может быть Человек просто Стоит с драконом И дерется Вот здесь Каким-то Непонятным Ого Черный дракон А что ты тут делаешь Типа Как тут казался Дай попизжусь С тобой Ну ладно Не то Не то чтобы Конечно Это Какая-то Большая Трагедия Хотя Это все-таки Трагедия Потому что Там где Не должны Вообще Virtus.pro Не отдавать Ни сантиметра Ой Ну это Классик Начинается Какой-то Хотя О Залез Кардан А там Уже Разлом Ну Короче Ладно Все Они Проебали Эту Игру Блять Ёбаный Рот Того Казино Здесь Дилер Дурак Юр Булшит Айфак Корытыч Сосет Позор 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 Просто позор Я Я не знаю Честно Блять Я в ахуе Я смотрю На то что делают Virtus.pro У меня глаз Дергается У меня глаз Задергался От этой хуеты Так Вот это Раскрутка Лютная Doorbreaker О Ультит Ебать Что происходит Донбрейкер Страдает Здесь За свою Верку Ну Верку Всем селом Спасли Всем селом Спасли Но какой ценой Донбрейкер Уже дважды Дохнет Все остальные Тоже дохнут Что Нахуй За Предмет Ты купил Ой Корыточ Наливать Пиво Наливать Пивко Наливать Пивко В лишок О Порвало Тупо Но Здесь Контер Врыв На корыто Корыто Пробить Не могу Год Бум Драка Продолжает У Союза Проблемы Кристалис Тоже Здесь Страдает Погибает Он И Бум Тоже Гибнет Попей Сваливает Отсюда Говорит Да ну Его Нахер И в итоге Вовзращают Должок Так сказать Сикреты Хотя Откровенно Говоря Надо сказать Что Ну Точнее Не назвать Это Ошибкой Какой-то Невероятной От Сикрет Скорее Просто ВП Хорошо Сыграет Хотя Есть так Подумать Они Что-то Шраебились Шраебились Ну Да А Не Ну Вообще Ладно Ладно Это Супер Хуево Сыграно Это Супер Плохо Сыграно Они Позволили Челам Занять Хайграунд Поставить На него Вижен И просто Стоят Под ним Все Они Сами ХГ не Заняли И у них Там Варды Не стояло Изначально Чтобы Увидеть Что Противники Заходят Ставить Свои Варды И в итоге Противники Просто Стоят Варды А вы Просто Под ними Стоите Под этими Вардами Все Как Открытая Книга Просто Кардан Стоит Вообще Поебать Ладно Это Супер Хуево Сыграно Окей Это Это Максимально Геймплей Раковый Какой-то Сейчас был От Секрет Ну Вот Не Самые Сильные Команды Откровенно Секрет И ВП Ну Не Самые Сильные Относительно Самых Сильных Понял Да Они Как бы Хорошие Команды Но Далеко Не Самые Сильные И Вот Такие Ошибки Совершают Ну Грубо говоря Какие-нибудь Фелкенс Вряд ли Подобные Ошибки Сделают Вряд ли Они Встанут Под ХГ Не контролируя Его Позволь Травард Поставить И В итоге Высосут Драку Это Так Топ Команды Так Не делают Конечно Коры Улетит Леон Вообще Там Баш Баш Где А Нет Баш А Это У него Баш А У Найкса Не Было Баш Я думал Найкса Есть Ну Найксу Надо Баш По Любому Но У него Просто Денег Мало Поэтому Он Пока Другие Предметы Покупает То есть На Найксе Баш Обязательно Надо Покупать Рора Что Лассо В Лотус То Что Оба героя Тоже будут встанет стоять Владельцы этих способностей Что Неприятно Проблема у Союша Он погибает Проблема у Корыточа За ним будет погоня Дают ему ультимейт И Пытаются пробить Правда Донбрейкер На развороте влетает Кридристалис дерется Корыточ Заряжает Бочку С пивом Подходит Стоять шаг Нахуя Ты донатер посреди драки Блять Опа Минус Нотист И у Корыточа Проблемы Кристалис Один против всех Один против всех Сможет ли заряжать рейдж Сможет ли забудь Тормлет Нет Пососал Жопу Не смогли просто Пробить Корыточа Просто не смогли Корыточа пробить Напален Корыточа Всем силом Но Не смогли Этого сделать Не смогли Его убить Он нажал Просто БКБ Но это Вследствие того Что У Найкса Просто мало Предметов Да Отставание Слишком Брутальное Слишком Брутальное Не хватает демеджа Было бы чуть побольше Авось, хватило бы Ну и по итогу Virtus.pro Ломают верх сейчас Корыточч этим занимается Одновременно с этим складиксом на миде Секрет пытаются зайти в спину Ну действие понятное, логичное В принципе правильное Есть один нюанс Нюанс связан с тем, что там конечно оеги сыр О, Тёмыч Это плохо Куда-то бежит Корыточч, встречает Найкса И получает пиздов Пошел размен Пока что на Найксе Пытаются убить Нотиста Корыточч особо не трогают Дошурак здесь долбит нормально Ультимейт работает Верка на него нападает Дошураку бы как-то поднять себя Но его Найкс сейвит проблемы Теперь у Складикса будут Складикса есть сырочек Пока что убегает Корыточч Врывается вперед И пошел, пошел, пошел Опа, давай, давай Ебать там конечно Мэнфайт, станат Пупе Скорыточч просто пиздится Но ему бродю задержает Пупе Подойдя к нему в мили Убирает Саюш И Складикса могут еще взять за густу Ну ладно, у него огоним И мы его скорее всего не убьют 20 с хреном тысяч Там 30 сосали здесь секреты Но они выиграют эту драку Почему? Потому что драка начинается Со смерти саппорта Всегда, всегда будет так Что если драки начинаются Со смерти саппорта в быстрых Это очень плохо Да, то есть Даже еще меньше Что здесь у нас такое происходит? Корыточч станет Проблема, у него рефреншер Но сможет ли он вообще что-то лажать? Как же его разрывает? Ему густо просто прорвало И у него нет байбека У него ебаный рот Того казино снова зеро Пытается Артема ФСГ уйти Аганим Аганим уже купил он себя Но пока не принес Прыгает вперед Саюш То зачем? Ведь у вас нет игрока И это ультимейт Без Аганима Дизраптора Аганим он только на базе собрал Ну в принципе был бы он Аганимом Ничего бы не изменилось Скорее всего Какая разница Драться-то некому Ну проще было Отдать просто Этого алхимика Ничего не делать Ну ладно Они выиграли немного время Пока алхимик Как бы мертвый валяется Саппорты приняли на себя удар Предположим Тем самым выиграли Какие-то там секунды Потому что если бы Этой драки здесь не было Какой-то непонятной Уже бараки бы сейчас падали А так Пока что только вышка падает Оттого Сильно легче не стало Потому что вышка Все равно упадет И бараки упадут И нижние бараки упадут Или трон упадет Ну видимо Секрет Так сказать Возбудились Именно на трон Понимают Что алхимик То ли без байбека То ли просто падает ему Его нажимать у Бума Бума проблемы Надо спасать Бума пока что спасает Его на Икс Врывают со сквайк Солпоград У него тоже нет байбека И дорогие друзья Это неожиданный гуд гейм Классический Виртуз Про Байбек Отношится Но этот байбек Уже не поможет Блин Надо как-то Где-то знаете Статистика Наверняка Может быть Обнаружена О количестве Заливочных Вот Карт Команды С каким-то Например Как часто Команда Проигрывает В случае Если она ввела 10 тысяч Ну образно Берем Какую-нибудь 30-минутную Отметку В игре Вот 10 тысяч На 30 20 Например На 30 Ну что-то подобное Какую-то такую выборку Сделать Вот Какое-то ощущение Есть, что Виртуз Про Будут Просто Лидерами Вот По всем Показателям Команды Которые заливают Выигранные Карты С завидным Постоянством Знаете Вот я не так много В последнее время Смотрел Доту Из-за Достаточно Суровых Правил Коммунтикаста Которые там имеются И Поэтому Не так много Видел Так же игры Виртуз Про Но Я просто понимаю Что буквально Каждый второй раз Когда я вообще Хоть где-то Хоть как-то Трогу игры Виртуз Про Они отдают Карту Ведя 30 тысяч Тут просто Все время Это происходит Я не знаю Что не так С ними Ну Не милишный Силовик В целом Ну Морф Это Знаете Морф Наверное Плохой герой Редко Когда Короче Говорят Ты смотришь на Морфа Смотришь на Пик противника Думаешь Бля Как же Морфу тут Играть Ну Бывают Такие Драфты Конечно Если там Вдруг Чё-то Пак Там Какой-нибудь Парад Чё-то Такое Ты такой Думаешь Блин Не Морфу тут Будет тяжело Но Обычно Сморишь Думаешь Ну Нормально Чё Для Морфа Нормальная Игра Осталось Только Сыграть На этом Самом Морфе Чтобы ему Было нормально Соответственно Неважно Даже Против Кого Он Толком Стоит Он Вообще Почти Никогда Не качает Этот Реактив Фармор Он Качает Чисто Два Скилла Чтобы Какому Нибудь Там Не знаю Седьмому Восьмому Уровню Быть Очень Опасным На Других Линиях Ооо Просто Забили Саюша Бывает Ну Правда Тут убили Баншо В этот же Самый Момент Не смог Здесь Ахфу Спасти Опозорился Получается И Сейчас Опенай Продолжили Делать Ботов Своих Которых Они Тогда Сделали Господи Эти Боты Мне кажется Ебали Все Что Движется И Не Движется Вообще Мне кажется Никаких Шансов Б Не Было Если Они Даже Тогда В принципе Реально Хорошо Играли Напомню Они OG 2.0 Играли Наверняка OG Не То Что Играли На 1000 Процентов Своих Возможно Но Все Равно Ой Наносит Нападают Пытается он выйти из арены Но Даже Если бы он вышел из арены Вряд ли бы сильно Это его спасло Нападают На Ах Ах Он Разворотится Поэт Откинут Стан Пока что Живет Умирает Артем FNG Кардан Двойного убийства Делает И Начинается Такая Довольно Крепкая Доминация От Мужчин Из Сикрет Давление Давление Такое Серьезное От них По всей Карте Прессуют Прессингуют То Попадают Артаспро Немножко Попущены Были Сикреты Надо В принципе Руну ждут Они вот Что-нибудь Стоят А вот И Руна Кардан Впитал Стрело Пытаются Все убить Кардана Но здесь Очень много Дэмэджа От Пупе Проблемы Будут У Союза Убивают Кардана Бум Под ультимейтом Танкует 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 Но погибает И Умирает Так же И Пупей Кто Пиздел Что называется Забивают Здесь еще И Шейкера Ну и Очень не хватило Сикретам В этой драке Дристаллиса Который вроде Был рядом Но ничего полезного Не сделал Так Кристаллис Будет ли Делать Неожиданный Врыв Но в целом Они так стоят Что ебать Как хочется В них ворваться По крайней мере Кладется арена Кристаллис Сам конечно Далеко заходить Не хочет один Это просто арена Чтобы защитить Тавер Миллион Часовых поясов И так далее Это Пипец Утомляет А это Планетурнир В онлайне Люди Все дом Просто Пердят Играют В доту Так бы Сидел В паблике Играл А так Турнир Катает Турнир Всяко Веселее Играть Чем Паблик Ебать Этого Парня Просто Спилило Реально Куда Он Делся Да Тут Проблема У Сквадикса Тоже Погибает Он За Артемом Мафангей В погоне В целом Его Могут догнать Но Надо ли Вообще Его Догонять Как будто Во время Трать На него В падлу Хотя Кардан С Блинком О Корыточ Ну Корыточ Играет С огнем Конечно Стремно Вырубай Чуть Кардан И его Не распилил Киром Это Такие Слухи Ничем Не Подтвержденные Убили Убили ДК С одной Стороны Убили Верку С другой Стороны Сикрет Выглядит Как команда Которая Знает Что Делать Да Уверенная Такая Они ходят Они Гангуют Они Контролируют Карту И они Контролируют Процесс Виртуз Проб Выглядит Как команда Которая Не понимает Что Происходит От Них Нет Никаких Действий Никаких Мув Буквально Они Не Предпринимают Какие Попытки Что То Сделать Они Просто Впитывают Периодически Ну И Фармят И Впитывают В целом У них Получается Более Менее Отрыв Не Растет Как То Знаете Экспоненциально Так Вот До Этих Двух Фрагов Он Вообще Стагнировал Ну Два Фрага Конечно Подкинули Лишнюю Еще Какую То Денег И Чуть Сикрет Оторвались Но Опять же Отрыв Этот Пока Не Выглядит Как То Критично Скорее Плохо Для Virtus.pro Со Факт Того Что Они В Эт Игре Ничего Не Делают Ведь На Мой Скромный Взгляд Им Будет Тяжеловато Драться В Лейте То есть У них Просто Такой Набор Героев Что У них Фактически Три Керри Да Три Керри И Всем Нужны Бабки То То Вот Как-то Так У них Нет Тимфайта Какого-то Такого Понятного В отличии От Сикерт У них То Есть И Получается Что Если Вы Проигрываете Драку За Дракой По Чуть Вам Все Тяжелее Тяжелее Вы Не По За счет Чего В Комбэке Будете Я Думаю Тут 2-0 Я Уже Вообще Не Верю В это О Глейб Нир На Макаке Прикол Вертус Про Стержей Не хватает Стержей Не хватает Вот Возможно Многие Помнят Ну Олды Олды Меня в основном Только такие Смотрят Помнят Да Состав Польской Пятерка Вертус Про В Контр Страйке Ну Легенды Вот эти Нео Тасс Паша Бицуха Так Пошло Пошло Жара Кто Пиздел Ватарап Упей Правда Байбэк Это Укоры Та Проблемы БКБ Нажали Ульткота Нажали Ультимейт От Макаки Тоже Нажали Историю Чуть попозже Расскажу Потому что Тут пошел Замес Будет Стайни На Рошане Ну На месте Сикрет Я бы Более активно Сейчас действовал Ведь Они знают Что у Барфа нет БКБ То есть Надо либо Напасть Решают убить Рошана Побыстрее А ВП просто Авк Пока что Здесь Ну надо уходить Да ВП Кажется понимают Что Рошана Они отдали БКБ Морфе Драться не хочется Они пошли фармить Так вот К вопросу О разных зарплатах Да А вот В этой пятерке Виртус Проп ПКС Зарплаты Не знаю Какие были Ну в плане Одинаковые Разные Да и в принципе Не знаю Какая там Зарплата была Какая-то Никогда не интересовался Но Там случился Как раз Другой момент После Как они выиграли Какой-то мажор Кажется Или какой-то Турнир крупный Не дают Попиздеть Потому что Сквадик Срывается На Бумбумыча Бумбумыч Поднял Новый уол Сам пока что Живчик Убегает Вот Короче Как-то раз Случилась такая ситуация Что они выиграли То ли мажор То ли чё И ныне Покойный Антон Черепенников Который тогда Ха-ха-ха Классика Который тогда Являлся Сеотом Создателем И главным И инвестором И всё на свете Одновременно Виртус Про Он подарил Тазу Машину Мерс Ну просто Просто это был лично Его подарок Типа как капитану Команды Мол Которая привела Вот Если что Как поговаривают Это развалило Команду К хуям Потому что Начались Какие-то Знаете Ну Какое-то Недовольство Почему ему А не мне Мол О чём Все Типа Мол Приложились Все вложились Это как-то Несправедливо Ну знаете Даже начались Какие-то Типа В виде шутки Мол А чё чел Там Знаете Пришли в рестик Вы образно Говоря Это гипотетическую Ситуацию Но вы можете Просто Примерно Прикинуть Как это работает Да челу Подарили мерз Там Не знаю За 100 тысяч Бачей Образно Каких-нибудь Вы пришли Там в рестик У вас Ну там Надо за счёт Заплатить И уже кто-то Говорит Слушай А чё можешь Заплатишь Те же мерз Подарили Вроде шутка Да А вот Осадочек Остаётся И вот И вот так Вот это Накапливается И вот Реально говорят Что такая история Она команду Убила То есть Как бы Это не было бы Забавно Ну понятно Не только она То есть естественно Это какие-то Противоречия Уже накапливались Но Это послужило Одним из триггеров Триггерных событий И Как бы Если в команде У людей Будет разная зарплата Это плохо Ну это реально Это плохо Почему У него Больше Чем у меня Да Чем он лучше Меня Будет думать Человек Который узнает Что у кого-то Зарплата больше Поэтому Они конечно Одинаковые Обычно Хотя Скажем так Я знаю Примеры Где они были Разными Эти зарплаты И эти команды Кстати хуево Закончили Весьма хуево Как раз таки Они рассыпались И опять же Не то чтобы По этой причине Но Это тоже Как бы Один из Может быть Каких-нибудь Десяток Но факторов Да Все вместе В совокупности Где-то может Давить на человека Там Я не знаю Кому-то платят Зарплату Больше чем ему Но Человек видит Что Тому кому платят Больше Он меньше вкладывается Меньше тренируется И так далее И он думает Какого хуя Какого хуя Но этот вопрос Он не то чтобы Как бы может С кем-то поднять Но с кем Он его должен поднимать Типа С этим человеком Нет С кем С менеджментом Выглядит как ныть йода И вообще Как-то даже стыдно И как-то Некомфорт Такой странный разговор Но Где-то зато Там на подкорке Эта мысль висит И потом Она где-нибудь Всплывает В конфликте Или провоцирует Отчасти конфликты Поэтому конечно Они одинаковые Зарплаты Должны быть Всегда И у большинства Команд так и есть Опа Так Кардан здесь танкует Пытались его убить Все еще пытаются Убивают его Уплывает Проблема Он тоже погибает И что Эту бобеду Платить много Пиздец он фидит Так Фангер здесь Куда-то прыгает Байбэк Пошел Отпупе Педаль вжата Нотис Пытаются догнать С другой стороны Убивают Шейкера Кто пиздел Авертус про Вот и яйца Нахуй Они засунули Свои Да правда Нотис Сидит вздох В очередной раз Но это ладно Все равно Хорошо Хороший выход Три в один Разменялись Еще байбэк Заставили Вжать Пупе Три тысячи денег Отыгрывают Они даже больше Надолго Хватит Этого глифа Вот вышка падает И Баракин Начинает страдать Прыгает Претость Напоминает Кристаллица Кристаллица Я напоминаю Поэтому Убийство Кристаллица Первый раз Не дает Большого Выхлопа Учитывая Что нажали Все бкб Кристаллица Появится Ой какой Хороший стат А мы че Существует Шардик Поднимают Пока что Корыто Это кабайбэк Это шейкер Влетает Дает ультимейт Утаманты Задоджил Корыточ Ух бля Это корыточ Ребята Шейкер Был опозорен Корыточ Не умирает Но Оттого пока Не легче Ведь бараки Теряются И Драться все равно Не получается Бкб все на кулдауне Духи Грозовут Барак По-моему Когда-то Выходил пазить Этих духов Поэтому они Именно По зданию Поэтому очень Мало они знают Что-то грозовут Но как видим Догрызают все равно Пытаются Теперь по-моему Отсюда выйти Тут конечно За ним преследование Идет Угривсы У него есть Иул И Также Алибарда Корыточ Далеко зашел Помогите Спасите Убивают Короче Байбэка у него Как обычно нет Короче никогда нет Байбэка Убивают Также здесь и Сквадикса Ну и на этом моменте В общем Такогем Будет описано Там Так оно и происходит Ничего Ребят Не скажу вам Особо Лестного В сторону Virtus.pro Я бы так сказал Ты был бесславный Сосание жопы В этом матче Потому что Первая карта Это вроде как Выигранная Но проигранная Что Как бы Не делает тебе Никакого плюса Может быть даже Наоборот минус Ты просто проиграл Выигранное Это очень обидно И ты как бы Понимаешь Что ты какой-то лох Что ты не можешь Выиграть Блин Даже ведя 30 тысяч Галты Господи Тебя просто Переигрывают Как В один момент Как дурачка Какого-то А вторая карта Это вообще не было Вообще игры не было Просто отсутствовали Противники Сикрет На карте Вообще Virtus.pro Не сделали за Сколько там 40 минут Ничего Практически Ну ладно Один какой-то Выход буквально Провернули Где неплохо Подрались Хорошо Ну Прямо Скажем Маловато Для того Чтобы Записать себе Это в актив Ну и Вот так Закономерное Поражение 2-0 Сикрет Победили Поражение Поражение